Добрый день! Я недавно рассказывал про трёхслойный пентайдер от Cingso и пришло время рассказать про двухслойный. Коробочка, аналогичная, техническая информация, название 5-axis 2-layer scoop. Это пятигранник, у которого два слоя, неизящное название и есть инструкция в коробочке. Давайте её сразу посмотрим. Я её ещё не открывал, хотя пентайдер, конечно, собрал. Здесь даже та гололомка, которая внутри, показывает алгоритмы для перестановки двух углов. Очень, кстати, интересно, я такие не использовал. Алгоритмы для перестановки двух ребер. Такие, такие. Но, возможно, даже инструкция не бесполезная. Я на неё ещё обращу внимание. Сам пентайдер по размеру уже схож с аналогами от MF-8 и Dayan. Такая же бочкообразная форма, но, естественно, два слоя. Поэтому по высоте чуть поменьше. Но основания примерно одинаковые. Версия трёхслойная. Она как-то менее габаритная получилась. Основание сильно больше двухслойной. Двухслойной. Что здесь хорошего? Ну, опять, центра нет. И всего два слоя. А значит, среднего слоя нет. И его собирать не нужно. А если нет среднего слоя, то и ориентиров стало сильно меньше. Внутри, кстати, можно посмотреть, что на белых элементах внутри белый пластик. А на жёлтых элементах внутри жёлтый пластик. А это цветные пластинки. Вращение неплохое. Ну, как у кубика 2х2. Не особо магнитного. Крупная. Симпатичная головоломка. Ну, и механизм внутри, конечно, на 2х2 похож. Если его видно. Как же собирать? И что здесь возможно? Ну, давайте соберём как-нибудь. Посмотрим, что получится. Для начала, рёбра. Правильный порядок рёбер можно определять по уголкам. Вот у нас уголок. Белое, зелёно, красный. Значит, тут должно быть зелёное ребро. А здесь красное. Положение уголка сейчас не так важно. То есть зелёный, потом красный. Ну, и потом третий цвет. Если это зелёный, сюда красный. И ещё один цвет. Он получается синий. Вот, допустим, сверху у нас будет белая грань. На версии из трёх слоёв. Всегда, если мы собираем рёбра на одной грани. И остальные соберутся автоматически. Проверим, случилось ли это на другой грани. Совмещаем жёлто-зелёное ребро с бело-зелёным. Вот зелёные цвета сошлись. А остальные нет. Красный, синий. А здесь наоборот. Красный, синий. То есть вот эти должны были цвета совпасть. А они не совпали. Ну, поскольку среднего слоя нет. Такое возможно. Ну, надо их менять местами. У нас правильные белые. Мы их определили по углам. Значит, нужно поменять у жёлтого этот с этим. Как это можно сделать? Вот этот надо поставить вот сюда. Слезелёный на месте. Опустим. Повернём. Поставим на нужное место. Вернём обратно. И отменим это движение. В итоге, все ребра теперь стоят как надо. На версии из трёх слоёв, если бы мы такое сделали, у нас бы развернулся средний слой. Это же ни к чему. Ну, а тут его нет. Значит, допустимо. Дальше. Если мы будем собирать углы, так же, как на версии 3х3, пиф-пафами, то у нас может всё и получиться. Ну, давайте попробуем. Здесь должен быть белый и зелёно-красный угол. Вот такой. Делаем пиф-паф кубоидный. R2. U. R2. U. Штрих. R2. А что нам мешает остановиться и не делать ничего? На трёхслойной версии разворачивался средний слой, поэтому приходилось делать обратно. А здесь его нет. Может быть и не надо. Но нет. На самом деле нужно, так как рёбра верхнего слоя перемещаются при таких движениях. А значит, мы подставляем сюда какой-то несобранный. Желательно, чтобы этот стал куда нужно. Делаем ещё раз пиф-паф. Так. В итоге у нас и рёбра целы, и уголки встали на места. Здесь мы видим, что осталось переставить три угла. А значит, это базовая ситуация для любого пинтаэдра. Ну, там, где один неправильный уголок, мы берём сверху и выполняем те же пиф-пафы. Зелёно-красный должен стать вот сюда. Делаем пиф-паф. Подгоняем несобранный и делаем ещё один. Так. И в итоге всё собралось. Но так бывает не всегда. Если не угадать с выбором грани, то есть я начал белую грань собирать здесь. Просто так. Оказалось, что она тут быть и должна. А если бы я на этой грани собирал жёлтую, то получилось бы что-то удивительное. Давайте попробуем. Я просто вот переверну все рёбра. У них расположение относительно друг друга сохранилось. Изначально здесь была белая грань. Расставляем теперь уголки. И смотрим, у нас вот этот угол по цветам не совпадает. Как же так? Ну, потому что порядок всё-таки неправильный. Давайте порядок менять. Красный. Потом вот сюда должен быть зелёный. Поменяем. Зелёный. Нет, это не зелёный. Зелёный. Вот этот. И сюда синий. Что получилось? Теперь жёлтые рёбра у нас в правильном порядке. Осталось поменять белые. У белых, ну допустим, вот зелёный стоит правильно. Поменяем красный и синий. Опускаем красный. Подводим синий. Ставим на его место красный. Возвращаем. И сюда синий. Ну, в итоге мы поменяли рёбра местами. Поменяли им грани. И расположили в нужном порядке. Теперь расставляем уголки. Вот жёлтый, зелёный, красный угол поставим вот сюда. Делаем пив-поп. Подворачиваем какой-то несобранный. И делаем ещё один. Здесь остался один, поэтому переворачиваем. Бело-синий-красный. Наверное, стоит поставить вот сюда. Между синим и красным рёбрами. Делаем пив-поп. Подворачиваем какой-нибудь несобранный. Делаем ещё один. Так, что у нас осталось? Осталось три угла. Ставим этот угол сюда. Подворачиваем. Делаем ещё пив-поп. А в итоге опять всё собралось. То есть я поменял белый и жёлтую грань местами. Если я, конечно, не ошибся. И всё равно всё собралось. А ещё, возможно, ситуация вот такая. Где нужно поменять местами всего лишь два угла. И наш трицикл, который мы делаем из двух пив-попов, здесь не работает. Мы можем, конечно, собрать какую-то одну грань. А второе ставите несобранный. Давайте одно соберём. И это будет жёлтое. А два угла несобранных будет на белой грани. На версии с тремя слоями такая ситуация невозможна. Но инструкция нам предлагает решение. R, F, U трижды. Причём R – понятное движение. F – это движение носика. Но U – это верхняя грань. Попробуем выполнить. Я ещё не применял. Ну, это, наверное, лишнее. И мы поменяли два угла, пожертвовав двумя ребрами. И вот ситуация, где нужно два ребра поменять. Ну, а если мы их будем стандартными интуитивными действиями менять, мы опять углы нарушим. Для этого инструкция предлагает замену двух ребер. Он также нам предлагает комбинацию, которая меняет три ребра по кругу. Возможно, полезно. Сейчас попробуем. Два ребра. Я собирал и без этого, хотя, возможно, и делал неправильно. Если мне получалось, что нужно переставить два угла, я просто менял белую и жёлтую грань местами и собирал снова. И вроде получалось. Но, может быть, я был и неправ. Причина была не в этом. Ну, посмотрим. Давайте поменяем два ребра местами. Для этого мы делаем движение следующее. Так, менять будем вот эти вот ребра. Левая и задняя. Движение L' R U. Но L и R – это здесь двойные движения. R' U' R D R U R U R' Ну, ещё два рота U' И эта комбинация меняет нам два ребра. Вполне работает. Вполне работает. Полезная, интересная инструкция на этот раз. И давайте ещё сделаем на всякий случай комбинацию, которая переставляет три ребра. Наверняка она полезна. Следующее движение L' U' U' R U R' U R' U' R. Интересно, что здесь движения R' U' R' U' U' R' U' U' R' U' 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 U Тоже алгоритм написан Давайте его сделаем R, U, R штрих, U штрих R, L штрих, U штрих, L, U, L штрих Ну, очень сильно похожи на рыбки эти алгоритмы Но в итоге все собралось Получается, что двухслойная версия Поинтереснее трехслойной Даже если у вас есть различные пентайдеры Я двухслойную версию рекомендую А если у вас пентайдеров нет никаких То и трехслойная вам будет тоже по вкусу Вращение хорошее, что у того, что у другого пентайдера Названия, конечно, странные не звучат 5-axis, 100-air scoop Ну, какое есть Вполне рекомендую обе головоломки Ну, трехслойную не стоит покупать Если у вас есть такая же версия От MF-8 и Dayan А это хороша В любом случае А на этом все Всем спасибо Всем пока